Приветствую всех, тех, кто за рулем и без Оно Го. И сегодня хочу устроить просвет на тему вот именно совмещения возможностей тех, кто не хочет садиться за руль, и персональной мобильности. Робомобиль. Представьте себе, что вы садитесь в собственную машину и вообще не умеете водить. Вы сели, нажали кнопочку, произнесли, скажем, на работу, и автомобиль поехал сам. Ну, вроде как фантастика, а меж тем во всем мире такие работы по созданию робомобилей ведутся очень активно. И совсем недавно по российским новостным лентам прошло сообщение о том, что в России тоже уже фактически создан автопилот, робомобиль. Причем не просто так, а под эгидой и награда Сколкова. Я нашел эту компанию, которая занимается этим. И у нас в студии сегодня Сергей Мальцев, глава компании RoboCV, которая вот и ведет разработки отечественного робомобиля. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Приветствую всех радиослушателей. Расскажите, Сергей, как вы дошли до жизни такой. Потому что у нас, мягко говоря, последние лет 20 наука была в таком, в упадке. А сейчас выясняется, что вот есть люди, и они работают. Кто вы, кто ваши коллеги? Как это все получилось? Ну, если совсем из глубины начать времен, то, в общем-то, текущие мои деятельности, даже газета в трюнии, это некоторые отношения. Ух ты! Да, вот, я вам не сказал. Каким образом? Ну, собственно, мое первое образование по инженер-механик, я пошел учиться во многом, читая вашу газету. То есть первый выбор был сделан. Здорово, спасибо. Вот, ну, второе мое образование получил программирование, вот, и, собственно, объединение механики и программирование, это и есть робототехника, по большому счету. Мехатроника, да, что называется? Мехатроника, да, мехатроника, управление, вот. Ну, программирование сейчас больше, я ушел все-таки в искусственный интеллект, вот. Ну, и, тем не менее, без механики тоже никуда, автомобили, это сплошная механика. Да. Вот, соответственно, занимаясь вот непосредственно робототехникой, изучением, скажем так, плотно, я занялся еще в МГУ, когда учился, вот, с 2003 года, целенаправленно выбрал это направление себе, вот. Вот, несмотря на то, что у нас тогда все это тоже было в упадке, ну, как-то, видимо, вот, хватило заряда и авторевью, и как-то всегда хотелось заниматься чем-то таким серьезным, сложным, наукоемким, вот. Выбрал это направление, и вот с 2003 года, соответственно, занимался, сначала учился больше, потом какое-то время занимался разработкой компьютерных игр, но, опять же, в том ракурсе, чтобы, так как у нас робототехники никакой не было в России, вот, практически, в начале двухтысячных, сейчас-то еще не очень много, вот, то приходилось получать опыт где-то, вот, в смежных вещах, вот, собственно, в компьютерных играх я ознакомился с искусственным интеллектом вживую, вот. Он там есть. Да, он там есть, и он, ну, очень, кстати, сопрягается с робототехникой. Там взаимодействие идет хорошее, то есть, робототехника, естественно, начала развиваться раньше, чем в компьютерной игре, вот, а многие вещи, они применимы в играх, и, то есть, робототехника дала много разработок для компьютерных игр, вот, с точки зрения интеллекта и всего прочего, а потом пошел обратный процесс, с компьютерных игр уже в робототехнику даже что-то идет, потому что, ну, компьютерные игры просто развиваются бешеными темпами сейчас тоже, вот. Вот, ну, тем не менее, компьютерные игры, вот, какой-то срок я этим занимался, потом занимался электроникой, тоже работал робототехнику, чтобы реализовывать, нужно заниматься. И как, каким образом вернулись, вот, к этой идее робомобилизма? Это все, как бы, шло, вот, все в той же струе, просто... То есть, вы всегда, всегда держали себе вот эту вот цель? Да, 23 года я выбрал эту цель, да, и, собственно, я к ней двигаюсь, вот, сейчас у меня уже 32, я продолжаю к ней двигаться. Вот, а, собственно, потом я занимался, как раз уже, я понял, что интеллект, по сути, это, ну, самое сложное, что осталось в робототехнике, поэтому я переключился полностью на интеллект, вот, и, собственно, работал в компании, занимался там распознаванием автомобильных номеров, тоже, кстати, применительно. Да, да, да. То есть, то, что мы сейчас получаем письма счастья, да? Ну, частично, да. В этом есть и ваша... Да, частично есть эта вина, но в Москве нет, то есть, я так понимаю, здесь аудитория, ну, компания, в которой я работаю, она больше по СНГ, по областям работает. Да, да. Вот, ну, да, есть частично моя вина, но, опять же, она... Вина заслуга, это же для порядка все делается. Ну, да, тут по-разному люди считают, кто-то считает вина, кто-то наоборот, но, тем не менее, да, потом я, собственно, занимался в военном институте, занимался именно, вот, непосредственно начал заниматься роботами и интеллектом роботов. Ух ты! Да. Об этом можно говорить? Это не закрыто. То есть, у нас есть... Дело в том, что вот в Америке существует агентство DARPA, да? Да, да. Военное, которое инвестирует колоссальные деньги в перспективные разработки. Робототехника, они делают соревнования, многие годы соревнования автомобилей роботов. Да, да. Это отсюда все и вы... То есть, у нас тоже есть такие вещи, потому что я, честно говоря, про нас... С печалью понимал, что ничего у нас подобного нет. Ну, на самом деле, да, много чего скрыто с виду, вот, поработав... То есть, я не могу какие-то вот детали там рассказывать, но могу сказать, что очень много чего у нас делается закрыто и очень много интересных вещей в плане мирового уровня. Хорошо, что делается. Вот. Ну, собственно, вот сейчас вот в связи с тем, что наш проект получил известность, на нас выходят некие организации, которые, ну, тоже занимаются такими околовоенными вещами, вот. И, как бы, ну, тоже, возможно, у нас некоторое будет совмещение, вот, с военными разработками, с нашими именно, вот. И вполне тоже хорошего мирового уровня, вот, по моему мнению. Вот. Только пока это все скрыто, это, в принципе, развиваться-то стало, вот, где-то с середины двухтысячных, вот. Ну, по многим откликам, то есть, я там общаюсь в некоторой среде, то есть, это много где запустили эти проекты. Хорошо. Вот они сейчас начинают немного, вот, какие-то плоды, ну, пока закрыто, я думаю, больше приносить, вот. Понятно. Сергей, в вашей компании сколько народу работает? Сейчас у нас 11 человек работает. Ну, в общем-то, довольно мало... Все программисты, все инженеры, да? Ну, половина где-то инженеров, все-таки, ну, чуть больше, да, половина, где-то, наверное, процентов 70, да, наверное, инженеры, а остальное это, ну, полуинженеры, полуруководители, так вот. Ну, да, а как вы, как вы сподобились-то, в Сколково попасть? Ой, если тут тоже длинная история. Ну, то есть, вы получили грант, да? Да, грант мы получили, да, там просто организовалась наша команда в рамках еще одного проекта, такого космического селенохода, ну, он тоже, в принципе, известен. Ну, наверное, в узких кругах, вот. В рамках него мы, кстати, частично я занимался именно разработкой как раз лунохода. Собственно, это... Сильноход это проект в рамках конкурса Google Lunar X-Price, который предполагает, что первая частная компания должна запустить луноход на... Круто, то есть это Google объявил, да? Google, да, Google, это опять же Google. Сергей Брин, вот молодец, да, неугомонный человек. Да, Google кругом, да, вот. И, собственно, это с 2009 года мы так организовались, вот. Селеноход, кстати, тоже прошел в Сколково, но у него профиль такой космической робототехники, вот. А мы еще решили, что у нас хорошая получается такая разработка, автопилотная именно, которую можно вынести в отдельный проект, вот. Ну, вот в рамках селенохода мы посовещались и решили... Почему вы называете это автопилотом? Автопилот, это, ну, как бы, это круиз-контроль. Ну, если это, в общем-то... Или автопилот, это вот... Из самолетной идет. Да, из самолетной, это штука, которая просто позволяет лететь по прямой, да? А то, чем вы занимаетесь, насколько я понимаю, это все гораздо сложнее. Сложнее. Ну, на самом деле, автопилот там же, на самолетах сейчас позволяет и взлетать, и садиться, вот, в максимуме, когда, то есть он, в принципе, как раз... Это правда, да, это правда. Вот, то есть можно, практически не касаясь органов управления, там взлететь, прилететь и сесть. Вот, пилоты сидят там для подстраховки. Ну, правда, еще, особенно маленькие аэропорты не освоены, там специализировано оборудование, там радары нужно специально, и все прочее, чтобы садить самолеты. Вот, ну, собственно, вот из этого и растет название автопилот. Вот, у нас были споры, в общем-то, как это все называть. Вот, вообще в Сколково мы прошли под названием навигационный комплекс, вот, потому что для такого автопилота... А, вы прикрылись глонассом. Ну, частично, да, просто здесь же еще есть планетно... планета... планетоходная тематика, в которой, собственно, это тоже. То есть два направления, по которым мы можем прийти, смогли прийти в Сколково, да. Сергей, давайте сейчас послушаем новости. Да, хорошо. Коротко, а потом вернемся. А телефон прямого эфира у нас 6510996, код город 495. Так что, если у вас есть какие-то вопросы касательно современного развития, да, робототехники в мире и в его окрестностях, вот. Так что звоните, пожалуйста, задавайте вопрос Сергею Мальцеву, генеральному директору компании RoboCV, которая в России у нас под эгидой Сколково разрабатывает и... Разрабатывает автопилот, как мы его, да, как вы его называете. Сергей, вот давайте поговорим про то, что вообще, что такое... Что человечество хочет получить на выходе и какие проблемы стоят перед нами? Вот, да, предположим, робот, как, то есть автомобиль уже, в принципе, готов к роботизации. Сейчас современные машины, они уже оснащены электроусилителем руля, полностью электрифицирована и полностью управляется бортовым компьютером тормозная система. Ну, про двигатель и говорить нечего, это уже давно все, то есть вся тяга, там вся коробка автомата и так далее. То есть, в принципе, уже даже появились зачатки некоего интеллекта у автомобиля. Но пока все это очень далеко от того, что мы хотим. А хотим мы, Сергей, чего? Мы хотим избавить человека от рутинной физической работы, по большому счету. Да, да, не только физической, я тут вот не соглашусь. Ну, она... Интеллектуальной, управление автомобилем, это... Хорошо, рутинная интеллектуальная работа, потому что управление автомобилем в таком, в рабочем режиме, это, в общем-то, ну, не сказать, что удовольствие из хороших, там, в пробках, всем, наверное, не нравится стоять. Абсолютно точно, даже мне, даже мне, с моей любовью к автомобилям. Да, а те люди, которые профессионально занимаются, там, целыми днями сидят, и я думаю, им тоже особо удовольствия это не доставляет. Ну, может, иногда, конечно, бывает удовольствие. Ну, собственно, в идеале, это, конечно, дойти к тому, что... подойти к тому, чтобы убрать человека, вот, везде, опять же, из рутинной физической, интеллектуальной работы. И, собственно, вот, все движется к тому, что, ну, ближайшие, там, десятилетия, там, это не только автомобили касается, автомобили, наверное, даже может быть и раньше будет, а там и производство какие-нибудь, и домашние какие-нибудь, там, хлопоты и все прочее, они тоже, собственно, будут интеллектуализироваться, там, с помощью робототехники. Ну, то есть, ну, что-нибудь домашний хлоп. Ну, вот, сейчас продаются пылесосы-роботы, да, то есть, какая-то вот штучка, да, которая там ползает и там всасывает пыль, сама находит потом зарядный терминал к нему, присасывается, да, и потом, значит, но дальше-то? Дальше, дальше это роботы. Что, у нас что, будет прямо ходить, вот там, там, робоняня, да, жать нам руки и убирать за нами, там, да, подавать нам кофе? Фактически, да, это, причем, ну... Десять лет? Нет, это побольше будет, там, с домашней обстановкой все-таки все довольно-таки сложно, там, очень долго нужно отрабатывать безопасность. Вот, а уж в автомобилях как надо отрабатывать безопасность? Да, но с автомобилями, мне кажется, все-таки попроще, потому что в домашней обстановке идет, там, работа с детьми, там, может, он, вот именно, там, манипуляторы, которые могут, там, даже неловким движением как-то убить. Вернулся и в глаз заехал ребенку. Да, а на дороге есть хоть правила дорожного движения, в доме-то вообще никаких правил нет. Правила-то они есть, но их может кто-то не соблюдать. Да. Мы об этом поговорим попозже. Да, это есть, но, тем не менее, все равно некая все-таки структура движения, она существует, да, и там можно, как правило, все-таки по правилам можно разделить, кто виноват, кто не виноват, вот. Вот, и даже вот эта вот ответственность, да, она все-таки облегчает разработку, ну, по моему мнению, все-таки робот-автомобилей по сравнению с домашними роботами. Вот. Что еще? Производственные роботы, то есть вот сейчас там… Производственные – это уже общее место. Да, понятно, да, 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 вот, с роботами-автомобилями, опять же, очень актуальная задача, которая для нашей страны актуальна, вот, у нас огромные ресурсы северные, которые пока не освоены, осваиваться будут там, там, нашим правнукам хватит и все прочее, но проблема в том, что там холодно, вот, и люди туда не очень-то рвутся, вот, и, по всей видимости, все это будет, опять же, робототехникой, по максимуму осваиваться, ну, автомобильной, и в том числе, там, какие-то, вплоть до Android, возможно, роботов каких-то, да, вот, просто технологии… То есть, добыча, там, какого-нибудь, там, урана в каком-нибудь условном Салехарде, предположим, да, там, или там, Верхоянский – минус 50, людей нет, или там, какой-то, там, просто… Небольшой офис, да, контрольная башня стоит, а вокруг ездят автомобили-роботы, подъезжают к горнодобывающим роботизированным комплексам, все это разгружается и так далее, да, вот. Да, 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 именно вот это очень актуальная для нас задача, ну, для нашей страны вообще во многом, потому что, ну, мы от нашей, наверное, сырьевой зависимости, наверное, хоть и хотим сильно уйти, но она есть это, ну, наши ресурсы есть, и ими нужно все равно пользоваться, вот, и осваивать это все равно все придется, но нужно осваивать это все интеллектуально. Вот, собственно, к этому, вот, это еще один некий горизонт, к которому можно идти, причем, вот, именно задача решения, вот, именно карьерный какой-то, да, осваивание шахты какие-то, это даже раньше, чем автомобили, потому что там… Много жестче можно условия организовать по перемещениям, то есть там можно людей вообще полностью убрать, и за счет этого очень сильно упростить там сертификацию и все прочее, вот. Сергей, давайте послушаем, к нам дозвонился Алексей в студию, да, давайте послушаем, что он скажет. Алексей. Да, добрый день. Приветствую. Здравствуйте. Я по образованию авиационный инженер, ну, меня хотел бы прокомментировать тоже. Я уверен, что все механические, электронные, интеллектуальные задачи будут решены, так или иначе, даже, наверное, в более короткие сроки, чем можно предполагать, потому что, ну, это неблагодарное занятие, такое делать прогнозы. Это касалось и компьютеров, тоже были прогнозы по переходу от мейнфреймов к каким-то вменяемым компьютерам ограниченных размеров, чтобы их можно было иметь дома. Там тоже прогноз ставился порядка, там, 30-40 лет. На самом деле все произошло гораздо быстрее. Почему? Потому что новые отрасли, как правило, развиваются лавинообразно и происходит взаимовлияние нескольких сегментов, да, этого рынка, скажем так. Но меня больше интересует, как будут решаться еще и аспекты юридические, моральные, потому что, если машина будет выезжать на трассу, кто будет там в случае каких-то ошибок, как это будет все разбираться и так далее. Абсолютно, абсолютно. Будут ДТП или еще что-то. Вот авиационная отрасль, она, с одной стороны, конечно же, гораздо сложнее автомобильной. И очень многие технологии постоянно за, так сказать, прошедшие полтора века переходили из авиации к автомобилям. Но, с другой стороны, движение авиационное проще, а автомобильное сложнее. Правда ведь, Алексей? Ну, скажем так, оно менее насыщенно и более предсказуемо. Потому что есть определенные трассы, на которых, ну, пробок не бывает, за исключением, там, подходов к аэропортам, когда неблагоприятные условия, там, и так далее, да, организуются движения. На дороге, ну, наверное, если это будет автоматизировано, будет меньше процентов нарушений правил дорожного движения, потому что робот не имеет азарт, не имеет каких-то пристрастий. С другой стороны, надо прогнозировать массу ситуаций и закладывать в логопрекцию. И тут должна быть система предупреждения, развернутая именно самих трассах, на дорогах, предстоящих впереди препятствиях. Да, 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 да. В возможных путях маневров, там, объездов. И причем... Это должна быть единая глобальная система, мощная. Знаете, что самое в этом смысле сложное? Переходный период. Потому что, если мы представим себе, что на наших дорогах только автомобили-роботы, это одно. А проблема-то в том, что у нас, грубо говоря, по одной и той же трассе движется и новейший автомобиль-робот, который там, да, включен в сеть, интернет, GPS, глонасс, там, лазер и так далее. И дедушка на автомобиле ВАЗ-2707 выезжает ему на перерез. Вот что, как бы, да, совмещение двух абсолютно разных реальностей, двух разных эпох. И вот как это совмещение будет проходить, я думаю, что неясно никому. Да, и тут возникнет такая сложная ситуация, что компьютер просто не сталкивался с этой ситуацией раньше, и вот, ну, что дальше? Перезагрузите, пожалуйста, систему. Пока за это время машина движется все равно. Алексей, спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо вам. Ну, собственно, что касается юридических аспектов, ну, мое видение, как это все может решаться, по крайней мере. Значит, первое, что касается ущерба, не связанного с вредом здоровья, это, собственно, ну, гражданская ответственность расширенная, да, по большому счету. Ну, то есть в меня врезался робомобиль. Ну, да. Кто виноват-то? Значит... Помял мне крыло. То есть, грубо, это, значит, гражданская ответственность, это, как бы, уже там, да, может быть, более расширенная, более дорогая, да, это вот так. Значит, что касается там, кто виноват. А... Владелец этого робомобиля, он говорит, да нет, ребят, я сидел, читал газету, вы что? Все претензии, вон, кому, кто пуроицы пришел? Страховка. Страховка, это отдельная история, это на Западе все работает, а у нас мы знаем, как все работает. Ну, сейчас работает, ну, то есть, постепенно, если вы... Через пень колоду. Не, ну, только вот если, опять же, то есть, вот здесь, как это решаться, то есть, вот, именно гражданская ответственность, я вижу только через... Ну, то есть, вот именно, когда без ущерба в здоровье, это через страховку, да. А ущерб в здоровье? Ущерб в здоровье, значит, что касается, вот, разработчиков таких систем, которыми занимаемся мы, ну, то есть, ответственность будет, по большому счету, не на производителях автомобилях, а вот на разработчиках системы, которую разрабатываем мы, по большому счету. Это вы же на себя, то есть, не дай бог, это вы сколько на себя вешаете? Да, значит, но, как это в мире вообще обычно решается, то есть, в мире же полно оборудования, которое, в общем-то, опасно тем, что может кого-то покалечить. Абсолютно. Решается это сертификацией, вот, то есть, должен быть разработан, будет разрабатываться система сертификации, которая, собственно, должна будет предусматривать максимальное количество ситуаций, в которых... Три закона робототехники Азимова будут? Ну, примерно, да, в том же роде, да, но здесь больше применительно к автомобильной тематике. А вот вообще потрясающе, конечно, я в детстве зачитывался фантастикой, там, в 70-е годы, и вот это вот читал, и сейчас удивительное ощущение. Мы живем, действительно, в эпоху сбычи тех совершенно сумасшедших мечт. Мечты становятся реальностью, причем тогда, в 60-х, 50-х, казалось, что это будет вот прям буквально через 10 лет, и этого не случилось. Из этого, кстати, произошло такой скепсис, вот, ко всей интеллектуальной системе, тогда вот, в 80-х особенно, образовался. Да, 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 а сейчас этот скепсис преодолевается, да? Да, да, особенно у нас в стране, у нас этот скепсис накопился, потом случился развал, и вот, у них-то как-то это все-таки постепенно эволюционно делалось. Сейчас послушаем еще раз новости, а потом продолжим развенчивать, так сказать, да, разбирать этот скепсис по кирпичикам. Телефон в студию 6510996, код год 495, пожалуйста, звоните, если есть вопросы касательно робототехники и автопилотов в автомобилях, и не только. У нас в гостях Сергей Мальцев, генеральный директор компании RoboCV, которая занимается разработкой автопилота, робомобиля. И вот мы сейчас, значит, дошли до того в наших разговорах, что одна из проблем, это сейчас мы живем в эпоху, когда сбываются самые смелые мечты. Ну, пока еще не самые смелые, но начинают сбываться, да, мечты фантастов 50-х, 60-х и даже 70-х годов. И один из конфликтов, это вот конфликт реальностей, когда с одной стороны у нас есть, если мы говорим про дорожное движение, это совершенно обычные традиционные автомобили, на которых даже антиблокировочных систем тормозов у нас нет на наших машинах, да, когда человек едет, нажимает на тормоз, а машина начинает разворачивать, и она там куда-то улетает. И с другой стороны, вот навстречу едет робомобиль, и он должен как-то это предусмотреть и уйти от столкновения. Да, вот как это все, как это все разработчики собираются разруливать? Ну, здесь видится, во-первых, просто про переходный период, как это все видится, сейчас будет развиваться. Это внедрение робототехники в автомобильную индустрию, на дороге общего пользования. Первым шагом это будет так называемая система Advanced Driver Assisting System. Вот, собственно, оно сейчас уже активно идет, там, на Volvo, BMW, везде. Японцы, замечу, японцы, как всегда, были первыми только на японском рынке. И Honda этим занималась, и Toyota этим занималась уже очень давно, около даже, ну, 10 лет тому назад. Да, и, собственно, вот эти вот системы Driver Assisting, они постепенно движутся к полной роботизации. Вот, сейчас вот следующий шаг, такой крупный, который они себе ставят, это вождение автомобиля в пробках. Вот, то есть Driver Assisting, когда ты вот сидишь, и у тебя автомобиль едет, то есть он там до какой-то скорости едет, вот, сильно большие маневры не совершает, ну, по крайней мере, он следует постепенно за автомобилем. Вот это следующий шаг. Потом там еще один шаг, это езда в неких автопоездах таких, да, когда там это вот Volvo недавно демонстрировал. Вот, это тоже некий шаг в этом направлении, то есть вот это шаги, как это будет все постепенно внедряться, по крайней мере. Дальше вот эти вот все шаги, они, естественным образом, выльются в роботы-автомобили. Вот, а что касается вот того, что у нас там дедуля выехал на семерке, нарушил все правила, значит, в эти системы автопилотные закладываться будет стопроцентное, ну, там, 99,9% соблюдение правил дорожного движения. Вот, то есть... От других участников? Или от себя? От себя, то есть ты едешь, вот машина едет, она стопроцентно соблюдает правила дорожного движения, она не лихачит, ничего. Роботу очень легко соблюдать правила дорожного движения. Да, да, собственно, он едет и соблюдает, вот, а если не какая-то непредвиденная ситуация, то здесь просто закладываются некие шаблоны реакции, что ли, по большому счету, ну, чтобы предотвратить, скажем, ущерб, да, максимально, минимизировать ущерб для всех участников. Вот, то есть, в принципе, эти системы, вот эти вот шаблоны, тактику, скажем так, да, тактику реакции на неправильные действия других участников дорожного движения, ее можно разработать, тоже отсертифицировать и внедрить, собственно. Вот, собственно, вот так видится совмещение вот двух миров древнего, уже по нынешним временам, нероботизированного и высокотехнологичных роботов-автомобилей. Ну, вот, насколько я знаю, например, вот ближе всего к реализации робомобиля подошла корпорация Google, у них уже несколько гугломобилей полностью роботизированных, которые уже наездили чуть ли не миллион километров по дорогам Америки, но у них колоссальные проблемы были с легализацией. Дело в том, что юридически автомобиль без водителя не имеет права выехать на дорогу Соединенных Штатов Америки. И только недавно, они, ну, буквально несколько месяцев тому назад, по-моему, этим летом, они с гордостью сообщили о том, что только в одном из штатов, в Монтане, если я не ошибаюсь, потому что там... В Неваде. В Неваде, да, в Неваде. Они получили разрешение на эксплуатацию постоянную автомобилей роботов, но, во-первых, с особыми номерными знаками, во-вторых, и самое главное, в машине обязательно должен сидеть человек с красной кнопкой. Если что-то пойдет не так, человек должен красную кнопку нажать и принять управление на себя. И мне это напомнило знаменитый акт о красном флаге. В конце 19 века, когда только появились пара мобилей, в Англии был принят вот этот акт, который говорил о том, что самоходная тележка должна двигаться со скоростью не более 5 км в час, и перед ней обязательно должен идти человек с красным флагом, чтобы размахивать, чтобы лошади не пугались. Вот сейчас абсолютно то же самое, только естественно, да, происходит на новом витке. На новом этапе развития. Да, есть некая такая проблема сейчас, да, ну, потому что это все только начинается. Вот, по Google, по неваду закона, по закону в Неваде, там есть еще более смешное условие, наверное, там, ну, дикое для автомобилистов, которые хотели бы пользоваться роботов-автомобилей. Водитель не только должен сидеть за рулем, он еще должен быть трезвым. А смысл тогда? Ну вот, да. Вот, если он пьян, то, соответственно, по общим правилам, хоть он и за рулем робота-автомобиля. Вот, на самом деле, это просто Google, ну, первые шаги, во-первых, да, первые шаги они всегда, ну, с чего-то хоть нужно начать. Вот, больше они это сделали, опять же, для неких исследовательских задач. Вот сейчас они, по большому счету, ну, в нелегальном, что ли, режиме ездят на этих Google автомобилях, вот до этого ездили. Сейчас эти законы приняли, они уже... А, там кто-то, по-моему, инвалида они какого-то посадили, да? И он доехал до закусочной и обратно. Ну, да, но это полулегально, это все партизанщина была, по большому счету. Вот, сейчас вот это они в законное русло вводят, хотя будут отработку этого всего дела на дорогах. Вот, а до этого там, ну, человек сидел за рулем, да, тоже, то есть он ездил за... То есть они, в принципе, в таком режиме и ездили, по большому счету. Но вопрос в том, что это, ну, очень так... Скорее, незаконно, чем законно, вот. А сейчас они это все в законное русло ввели. Вот, ну... Вот, кстати, я полагаю, что им нужно использовать Россию для... Как испытательный... Потому что у нас правил никаких нет. Пожалуйста, да, да, робомобиль, да, пожалуйста, доезжайте. На самом деле, что-то подобное было. Вот, два года назад, по-моему, некие итальянцы ехали такие на роботных автомобилях из Пармы, если мне память не ошибает, в Шанхай. Да, да, было такое, да. Да, в Шанхай, по-моему, они ехали. Я их, кстати, случайно совершенно застал, вот, и увидел. Вот, и я, собственно, читал там их отчет, они же про Россию, там много проехали до Сибири, там, потом в Казахстан уехали. Вот, ну и, конечно, много проблем у них было с нашим. То есть, если у них на Западе, там, ну, чуть не 99% автомобиль шел в автоматическом режиме, то в России там, по-моему, 70%, что у них автоматического режима всего лишь получилось. О-о-о-о, сказали русские лесорубы. Да, ну, то есть, в Москве они вообще, то есть, даже не пытались. То есть, их, по-моему, вообще посадили на платформу, вот, на эти вот, и вот так вот возили по Москве здесь эти... Где-то там устраивали шоу, только там они ездили, показывали, как они умеют ездить в автоматическом режиме. Да, есть такая проблема у нас с тем, что направление... Мы все ветераны броуновского движения. Ну, да. Степень хаоса у нас на дорогах потрясающая. Ну, тем не менее, законы все-таки как-то, значит, хоть понемногу что-то, по-моему, как мне кажется, начинают работать, да, там, какие-то строгости вводят там. Ну, и, по-моему, за разметкой даже больше начинают следить. Нет, это, да, слава богу. Да, да, и дороги вроде как вот... Становятся лучше. И даже строить там вот эти вот хайвеи, которые там на западе, вот, собственно, у нас там подступаются к этому. Хоть они у них же тоже там платные, у нас есть платные будут, но... Да, да, да. Зато по ним спокойно может там робот автомобиль... Зато они не будут проходить через деревни. Да, да, да. Как в 15 веке. Да, и по таким, собственно, наверное, в первую очередь и роботы автомобили пустят, по таким дорогам уже приспособлены где-нибудь там Москва-Питер, она в автоматическом режиме, она поехала там по разметке, там все четко, там никто не вылезет, пьяный дедок, там уже все нормально приспособлено. Вот. Что касается вот российского законодательства, вот, ну, у нас же понятно, что закон у нас принимается с большим трудом и скрипом. Вот, здесь мы надеемся на помощь Сколкова нашего любимого, так как, ну, это же не просто там какой-то там проект, который вот на раздать грантов и все, это же пытаются, по крайней мере, заявленные пытаются, ну, и мне кажется, получается вот у создателей Сколкова именно такую инфраструктуру инновационную разработать, так, чтобы в том числе и в том... Чтобы принимать законы, да? Да, чтобы принимать законы, то есть, ну, это, конечно, еще пока там только разрабатывается, Сколкова еще очень, она там все только формируется, вот, но, тем не менее, ну, вектор движения, по моему мнению, очень правильный и надеюсь, что все получится, потому что... Ну, звучит, звучит это разумно, да. Да, ну, там, кстати, много, да, всего такого вводится, что вот именно вот именно создать инфраструктуру инновационную, чтобы у нас заработал там, ну, некий аналог, что ли, силиконовой долины, вот, и чтобы даже, может быть, если все хорошо пойдет, наши законодатели начали, как в Америке, там, предвосхищать технологические разработки, а не пробивать через них эти технологии, чтобы они их приняли. То есть, в Америке у них есть это склон, что они все-таки, они законы даже раньше, чем технологии готовы, бывают, принимают. Например? Например? Я что-то как-то вот не могу себе представить. Ну, ну, даже вот с этими, с роботами-автомобилем, по большому счету, это все равно некое, даже некое предвосхищение. Неправда, неправда. Ну, Google сначала создал робомобиль, а потом пытается его легализировать. Тут, знаете, я, наверное, не буду тут ссылаться, то есть, это, скорее, я ссылаюсь на мнение некое, то есть, я вот читал по законодательным разработкам, да, то есть, конкретику, наверное, не смогу вам сказать, вот. То есть, какую-то я, может, да, встречал такие примеры, но, как бы, не на слуху они у меня, да, то есть, но вот такое вот мнение по поводу законодательных инициатив, вот, американских, оно существует. Вот, что вот американцы, они во многом вот это все свое технологическое превосходство, они создают тем, что они еще и законы, вот, оперативно, да. А, ну, стандарты у них, а, кстати, да, еще у них же, еще почему это все, у них же стандарты там принимают многие, это профессиональные организации, которые, ну, довольно гибко могут, там, коллективным решением все это установить, принять. То есть, это тоже довольно ускоряет все это дело. У нас пока это все формируется в какой-то степени, не знаю, насколько это все получится, вот. Ну, хотелось бы, чтобы все получилось. Вот, то есть, у них вот именно вся вот эта вот законодательно-нормативная работа, она у них очень хорошо поставлена. Ну, будем надеяться, что какие-то инновационные, действительно инновационные идеи и инициативы, которые, вот, подобные вашей, будут действительно пробивать броню наших этих законодателей, а то пока у нас быстро принимаются только законы, там, кого-нибудь разогнать, там, да, и посадить, и отобрать. Вот, а как раз нужно-то создавать, и вот, чем подкупает ваша инициатива, тем, что вы пытаетесь создать, и создать, действительно, то, что, ну, находится на переднем крае сейчас. Да, вот давайте сейчас после очередного выпуска новостей поговорим о том, все-таки, да, чем вы сейчас занимаетесь, и, там, какие-то планы на ближайшие несколько лет. А пока новости на финалах. Дорожный просвет в студии Сергей Мальцев, генеральный директор компании RoboCV, которая занимается разработкой российского автомобиля-робота. Сергей, давайте поговорим, у нас осталось всего меньше 15 минут. Давайте вот расскажите теперь, по конкретике перейдем, чем занимаетесь вы сейчас, какие ближайшие планы и так далее. Потому что я так понимаю, что немножко те журналисты, которые объявили о ваших успехах, они немножко там, да, забежали вперед. Да, действительно, так есть, да, несколько преувеличенным было, по крайней мере, заголовок изначальный. А какой он был, заголовок? Ну, российские ученые изобрели автопилот, что-то в этом роде, да. Да, 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 да. Журналисты могут, конечно. Ну, да, причем в самом статье там вроде как все нормально написано, а заголовок вот такой громкий. Вот, ну, да, действительно, это все несколько преждевременно получилось. Мы не хотели так все это трубить пока, то есть хотелось где-то еще хотя бы полгода поработать, и потом это все дело так активно рекламировать. Ну, что получилось, то получилось, и даже некие положительные моменты из этого получаются. Известность никому еще. Ну, наверное, да. Обредила. Да, приходят к нам, обращаются организации, которые заинтересованы в совместных разработках или заказать у нас что-то. Вот, то есть это эффект все-таки имеет, несмотря на то, что журналисты все это сильно приукрасили. Вот. На данный момент вот что у нас есть, то есть мы на масштабной модели автомобиля сейчас отрабатываем наши технологии искусственного интеллекта, вот, собственно, наш. То есть вы взяли, там, модельку автомобиля радиоуправляемую? Да, пока, да, так взяли. Ну, мы специально взяли автомобиль, потому что, ну, можно взять, там, двухколесные роботы, платформы, которые, в общем-то, все используют, как правило. Но нам важно показать, что мы кинематику автомобильную, в общем-то, используем и можем с ней работать. Вот, поэтому мы пошли более сложным путем, вот, и, в общем-то, там, даже электронику пришлось свою разрабатывать для того, чтобы эта машинка ездить начала. Вот, ну, вот мы все эти проблемы решаем, но, тем не менее, вот, как бы, это для показателя уровня нашей компетенции, потому что у нас и электронщики есть в команде, и конструкторы, вот, собственно, вот мы таким более сложный путь выбрали. У вас компьютер прямо на машине? Сейчас, да, на машине компьютер, там есть некая периферийная плата, которая работает с датчиками, с управлением приводов, вот, и вычислитель, вот, ну, в данном, сейчас он в состоянии ноутбука у нас, то есть, ноутбук, вот. Ну, это, ну, это, как бы, не сильно критично, то есть, по большому счету, в будущем мы возьмем, там, промышленный... Процессор специальный. Ну, процессор, да, компьютер, вот, мы тут с компанией Intel даже успели пообщаться напрямую, вот, с российским представительством, и они нам даже уже дали некие, там, варианты, вот, решения, которые, там, от минус 40 градусов, там, работают, вибрации выдерживают, и военным нашим поставляется. В том числе, вот, ну, то есть, да, у нас это следующий шаг, просто у нас пока денег не так много, чтобы, вот, прям, сразу покупать дорогостоящее оборудование, алгоритмы, они отрабатываются на дешевом оборудовании, в общем-то, вот, главное, у нас это алгоритмы сейчас, на данном этапе, вот, собственно... А датчики какие? Датчики, ну, главный датчик сейчас, это, наверное, ну, 3D-датчик, да, это Kinect, да, ну, там, фотографиями люди, кто видели, наверное, узнали. Это камера, да? Да? Это, это трехмерный датчик, он прям такой, есть трехмерный датчик, он сразу дает информацию о трехмерной форме, то есть, вот, он видит, вот, форму стола... Объекты, там, человека, там, препятствия, вот... Это то, что в играх используется, да? Да, 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 это то же самое, вот, но это не должно вводить в заблуждение, мы просто, опять же, взяли его трехмерный этот датчик из соображения экономики на текущем этапе. В дальнейшем мы планируем использовать нормальные промышленные лидары или 3D-камеры, вот, мы сейчас прорабатываем эти моменты. Лидары, это лазерные дальномеры. Да, лазерные дальномеры, да, вот, то есть, это стоит у нас в плане на следующий год, вот, сейчас мы все это дело подготавливаем, да, наши планы уже более четко, вот. Те алгоритмы, которые мы отработаем на Kinect, они, в принципе, будут также применимы и на лидарах. Ну, также параллельно мы используем стереокамеры, так как они дают отдельную параллельную информацию, вот, плюс, вообще, в идеале хотелось бы перейти чисто к камерам, чтобы алгоритмы, наши алгоритмы работали только на камерах. Это связано с себестоимостью, то есть, вот эти трехмерные датчики, которые специализированы, они довольно дорогие, там, ну, под 10 тысяч долларов штука стоит. Но, с другой стороны, это же дополнительный орган восприятия. Для автомобиля, мне кажется, это очень критично. Если там вдруг, да, видимость, это одно, а если видимость ограничена. Да, да, я согласен, вот, поэтому мы не хотим, как бы, в полном виде отказаться, но, тем не менее, камерами тоже можно, то есть, там, какие-нибудь тепловизорные камеры и все прочее, да, то есть, в других оптических диапазонах, в общем-то, можно камеры использовать. Ну, да, в конце концов, человек пользуется только зрением, в общем-то, когда ведет. Просто, да, лидара, она, ну, дорогая и ненадежная штука, но, тем не менее, да, в ближайшей, по крайней мере, там, перспективе лет на пять, наверное, мы в любом случае будем их использовать, вот. Там даже у нас есть некие, там уже переговоры ведутся о том, чтобы, может быть, собственные, ну, как не собственные, совместно разработать лидары, заточенные вот именно под нашу задачу, потому что они пока на рынке, на мировом нету, нету лидаров таких вот прям. А западные компании, они же, вот я знаю, что очень давно, Mercedes, например, очень давно ведет работы по мониторингу состояния дорожного покрытия. Автомобиль едет и лазером ощупывает дорогу впереди и готовит к подвеску, к преодолению неровностей. То есть там все это... Они есть, да, лидары, но они двухмерные, то есть они в плоскости в одной сканируют, вот. А трехмерных лидаров дешевых, по крайней мере, ну, дешевые, это имею в виду 10 тысяч долларов, то есть там можно за 200 тысяч долларов купить там или за 100 тысяч долларов, да, они есть, в принципе. Но они тоже больше такие исследовательские, наверное, для автомобилей. Вот на гугле стоит Velodyne Lidar, вот. Он трехмерный, реально, трехмерную картинку дает, но он такой громоздкий, да. То, что вот наверху улетает. Да, и стоит он порядка 100 тысяч долларов, вот. Ну, как минимум, да, ну, по крайней мере, он просто здоровый, да, и даже из этих соображений, ну, роботы-автомобили, ну, не уверен, что потребители будут покупать с такой штукой автомобили. Нет, это же пока, опять-таки, пока технологии штучные, они очень дорогие, это как было со всем, как было, я не знаю, там, с той же АБС в приводе тормозов. Да, сначала я обозначался только S-класс, потому что это было дорого, а сейчас это есть на всех. Ну, в общем, да, если на рынке выйдут, в принципе, работы ведутся разработчиками, там, Toyota, я недавно видел, разрабатывает вот трехмерный Lidar, некий такой, как раз дешевый, вот, то есть, в идеале, конечно, хотелось бы использовать готово, потому что нельзя объять необъятное, вот, ну, если вопрос встанет, то придется, может быть, и разрабатывать свои специализированные, вот. Вот, ну, не самостоятельно, а, там, в партнерстве. Ну, кстати, тоже это хорошо, потому что это даст импульс и другим, да, компаниям? Да, 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 ну, то есть, мы такие больше, как интеграторы, наверное, выступаем, вот, а конечные всякие, там, инерциальную систему, да, там, эти датчики, они же тоже, там, довольно дорогие. Инерциальная система, это, как бы, некий аналог вестибулярного аппарата у человека. Да, 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 то есть, он активно используется в этой тематике. Ну, в принципе, все это давно есть, любые, там, системы сейчас, как система стабилизации автомобиля, используют эти датчики. Да, там задача все-таки использовать максимально дешевые датчики, потому что есть эти датчики, там, за 100 долларов, а есть, там, за 100 тысяч долларов, вот. Сравней чувствительностью, да. Да, 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 хотелось бы использовать за 100 долларов, вот, причем, вот, мы тут недавно как-то поспорили, и, вот, датчик, который за 100 долларов, он примерно равен по характеристикам человеческому вестибулярного аппарата. Это здорово, это круто. Да, да, да. А что же тогда делает тот, который 100 тысяч стоит? Он намного точнее, меньше уходит, то есть, вот, ну, там, терминология профессиональная ухода, то есть, на сколько метров он уйдет, там, за одну минуту, то есть, вот. Ну, грубо говоря, если вы въехали в тоннель, потеряли сигнал GPS, по этому датчику вы точно можете, вот, насколько точно вы можете через километр езды по тоннелю отследить свое местоположение. Да, вот, собственно, вот эти дорогие, они позволяют отслеживать, а дешевые, он не позволяет, там без зрения никуда, вот, то есть, там нужно обязательно зрение использовать, ну, и человек, собственно, тоже, он вслепую по тоннелю не проедет. Так вот, Сергей, внимание, вопрос, вот, смотрите, гигант Google, миллиарды, миллиарды долларов, вот, они используют, они все это развивают, они могут себе позволить покупать и самые дорогие датчики, и нанимать массу специалистов, я уверен, что над робомобилями трудятся, там, да, вот, не, сколько у вас, 10 человек, да? Ну, сейчас 11, ну, планируем расширение штата. Понимаете, а там, а там, там, я не знаю, там, да, сотни. Так вот, есть ли вообще шанс у вас супротив гугла? Ну, я считаю, что есть, вот, опять же, через узкие ниши, как минимум, да, то есть, мы планируем наше первое внедрение, как минимум, выйти через узкие ниши, то есть, вот, какая-нибудь там карьерная техника, опять же, да, там, какая-нибудь, может быть, военная техника, может быть, удастся как-то. Вот, та алгоритм и технология, которая используется там на карьерной технике, она, в принципе, применима и там для автомобильной массовой техники. И, собственно, вот, оперевшись на малое, выйти на большое, вот, ну, это как-то понятно, что загадывать нельзя, но если получится... Дорогу осилит идущий, да. Да, опять же, здесь у нас, ну, есть российский рынок, где производители все-таки склонны обращаться к местным же производителям, ну, есть все-таки, ну, там, по крайней мере, русский язык там, вот, можно использовать, там, свое законодательство там, ну... Ну, и знание специфики, да. Да, знание специфики, вот, ну, то есть в этом еще есть некоторое, ну, то есть опереться на национальный рынок и выйти потом на мировой, да. Ну, это, понятно, это планов громадье, это все в перспективе, вот, но, тем не менее, если получится, то будет для нас очень неплохо. Ну, когда покажете какой-нибудь готовый уже? Ну, вот наш прототип, который мы сейчас разрабатываем, мы планируем его, ну, точно до конца месяца показать, вот, ну, это вот на базе нашей небольшой машины, мы сейчас там алгоритм еще немного дотачиваем и внешний вид там причесываем, чтобы он выглядел более солидно, что ли. Вот, ну, да, еще, кстати, по ценам, там, вот, много писали, что мы уже за 2000 долларов все это продаем, гугл обставили, вот, собственно, это наши планы за 2000 долларов где-то не раньше, чем через 5 лет, да, то есть выйти, причем это должно быть массовое производство, там, сотнями тысяч штук в год, то есть тогда это более-менее реально. Вот, сейчас идет речь где-то там о десятках тысяч долларов за один комплект. Понятно. Сергей, спасибо, в гостях был Сергей Мальцев, генеральный директор компании RoboCV, они находятся в самом начале пути, тут надо понимать, и путь этот довольно долгий, сложный и дорогой, о чем мы говорили, но, опять-таки, дорогу осилит идущий. Очень здорово, что у нас в такие проекты возникают, и дай бог вам удачи, вам, Сергей, и коллегам, и я надеюсь, что, хотел бы, да, надеяться на то, что через, там, скажем, год мы вернемся к этому, и вы нам прям покажете уже готовый прототип, ну, и, так сказать, все это сбудется. Спасибо, Леонид, надеюсь, мы вас не разочаруем, спасибо слушателям за внимание, вот, мы будем все-таки стараться все сделать, как обещали. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.